Да, на самом деле, я же что, камеру-то открыл? Не себя снимать великолепного, а знаете, периодически сейчас натыкаюсь на какие-то посты, как говорить правильно, посты или посты? Не пощу. Не пощу. Постишься ли ты? Пощу. Значит, да, ну в сторис, скажем так, или какие-то фейсбук посты или так далее. Значит, да, вот я понимаю, что с детьми дома сидеть, это крайне сложно, потому что вы не представляете даже, что и с котами бывает, это непросто, а вот с детьми, я уверен, это просто, это работа, это фулл-тайм-джоб. Это я все понимаю прекрасно, но есть, знаете, маманьки, скажем, ну я просто вот сейчас пример видел, поэтому именно про маманек, возможно... Мамочки, говори не маманьки, а мамочки, это как бы кодовое слово такое. Мамочки, хорошо, кодовое слово мамочки. Вот, но возможно это не только к мамочкам относится, конечно же. Значит, они говорят, ну, короче, я только что видел девочку, свою знакомую, и она, ну, говорит херню, вот честно сказать. Она говорит бредятину, знаете что, но она сидит в Киеве и говорит, выходите со своими детьми гулять, где вам хочется, а не то, что нам предлагает правительство. Вот, я не понимаю, почему закрыли ботанический сад. И, значит, конечно же, лучше сидеть дома в заперти, чем гулять на свежем воздухе, кому это может помешать. Я теперь объясняю для всех, она вряд ли смотрит мой влог, так что все окей. Я объясняю для всех тех, кто не понимает, почему это должно быть лучше или хуже. Потому что каждый человек, вот, да, вот мы, чем дальше мы вообще идем по, чем дальше прогрессирует человечество, тем почему-то прививается все больше и больше индивидуального эгоизма каждому человеку. И, да, типа, все такие любимые, все такие замечательные, и никто не хочет думать вообще о своем соседе, об обществе в целом. Вот так вот это все сейчас развивается. Вот так вот наши дети будут еще более идиотами, чем мы. Вот я что скажу. Окей. Значит, почему это не очень? Потому что, если так сделают все мамочки в вашем доме и все мамочки в противоположных домах и так далее, то, во-первых, бот-сад под вашим домом будет забит полностью людьми и никакого смысла в карантине тогда не будет. Второе. Даже выходя из дома, вы, хотя или не хотя, вы задеваете, цепляете, распространяете свои, я бы сказал, флюиды, но, скорее всего, это свою заразу потенциальную. Вы даже перчатками, да, как многие говорят, что перчатки тоже являются переносчиками. Я не считаю, что перчатки это переносчики, я считаю, что вообще вы или руками, или перчатками вы что-либо берете, то это уже переносится от одного к другому предмету. Поэтому, в принципе, не важно. Вы можете точно так же стерилизовать руки в перчатках, как вы обычные руки стерилизуете. Окей. Я все к тому говорю, вот, например, нам сейчас нужно выйти в магаз. Это нормально, это не запрещено. Но мы сидим и думаем, выйти нам в магаз вдвоем или выйти в магаз одному. Ну, например, одному, Алене. Вот, потому что мы понимаем, что выход нас двоих, он увеличивает шанс потенциально заразиться в два раза. Вот и все. Это не то, что мы прям ходим возле друг друга, да. Мы можем отойти на какое-то расстояние друг от друга. Мы можем что-то, я могу за что-то взяться, за поручень, за то, за сё. Да, как бы, это, и получается, что если я заразился, то одновременно, как бы, заражается и Алена тоже. Или наоборот. Вот в этом вся и есть суть карантина. Это не только дело в людях. Это дело в столпотворениях определенных. И в кучности людей. Конечно, если бы мы жили в лугах, в полях каких-то, в деревнях, то каждый бы гулял на своем участке или выходил бы в общее поле. Рассредоточился бы там, и все, и все было бы нормально. Кукуруза не пить. То есть, шанс заразиться от кукурузы, до которой дотронулся мыкола, он, наверное, минимальный. Вот так вот. Ну, только если галяка там бегать по этой кукурузе. Не, галяка по кукурузе, кстати, только в фильмах бывает. Потому что она жесткая, листья жесткие, можно пораниться. Американских причем. Да, американских фильмов. Они, наверное, никогда этого не делали. Или у них такая грубая кожа, наверное, у этих техасцев. Так вот, вот в этом вся суть. А когда, значит, мамочки сидят дома и такие, ой, а что мне делать с детьми? Причем там дети нормальные, они спокойные у нее, все нормально с этим. Да, вообще, дети такие полусонные. Я бы сказал, в полукоме, но она может обидеться. Вот. Короче, нормальные дети, абсолютно все классно с ними. Вот. А вот это вот гулять и все такое. И да, и, конечно, этот человек садится на машину. И потом снимает себя из машины, что он едет там куда-то гулять с детьми и так далее. Там в лес, в парк, в какую-то зону и так далее. А теперь представьте, что весь город взял и сделал то же самое. Все, у кого есть машины, а это сейчас много людей, сели и поехали. А у кого нет машины, вызвали такси. Да, сели и поехали в такси там куда-то. А те, у кого там еще что-то, ну, короче, вы понимаете, да. А те, у кого нет... Можно быть из дому возле дома. Да, возле дома, почему нет. Выйти из дому возле дома. И все такие говорят там, а что такого, мы типа на воздухе, мы наоборот дышим воздухом. Ну, вот в этом вся суть. Что вы, понимаете, мы тут... Вот помните то видео, когда я пытался логическую цепочку сделать, вот, каким образом можно обезопаситься и полностью все обеззаразить при входе в свой дом? Это безумно сложно, вот. И поэтому никто этого не будет делать никогда. Никогда из нормальных людей. И поэтому мы делаем только часть этих процедур постоянно. Мы не можем быть уверены в том, что эти процедуры, они на сто процентов действенны. Они не действенны на сто процентов, конечно же. И поэтому каждый выход из дома, он потенциальный способ заразиться и чтобы вирус проник к вам домой. Вот и все. Он проникнет к вам домой, он проникнет к вашим детям, он проникнет и бла-бла-бла-бла-бла. Конечно, есть куча людей, которые у нас тоже живут обычной жизнью. Мне вот сейчас довелось, мне пришлось выйти в поликлинику. Вот. И там есть люди, конечно, много меньше. В аптеках довольно много людей. И в магазинах, ну, есть люди. И так далее. Но да. Это все да. Но даже если вам нужно... Поэтому и вам говорит как бы правительство, что... Любое правительство, не только наше, оно может быть хорошим, плохим. Не важно, как вы к этому относитесь. Но логика подсказывает то, что есть люди, которым необходимо это делать. Работать и так далее, чтобы поддерживать наше существование. Чтобы втекла вода, чтобы горел свет и все такое. И было что кушать. И в то же время, если у вас действительно нет другого выбора, то вы должны выйти. У меня не было другого выбора. Действительно, я обязан был пойти в поликлинику. Вот так вот. Я не хотел этого делать вообще никаким образом. Одел все маски, меры предосторожности. Значит, и поэтому... Давай, то яичница уже деревянная. Да, вообще, яичница. Видите, не дайте мне яичницу съесть. Ай-яй-яй. Копье мысли просто пронизывало яичницу. Да, но если вы... Вам необходимо куда-либо выйти, то сделайте это одноразово. Не агитируйте людей делать то же самое. Потому что это фигня. Это бред. Это идет в разрез с логикой вообще карантина. И с логикой предотвращения заражения и эпидемии. Все, спасибо. Я завтракаю.